Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok В региональном парламенте состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике. Речь шла о выполнении находящихся на контроле решений комиссии за парламентский год. Строительство автодороги на Ринмарусинск обсудили в собрании депутатов. По состоянию на 1 января текущего года протяженность недостроенного участка составляет 50,5 километров. По словам исполняющего обязанности руководителя окружного профильного департамента Павла Масюкова, в настоящее время осуществляется строительство участка протяженностью 23,3 километра. В текущем году на эти цели из федерального бюджета выделены средства в размере 100 миллионов рублей. При этом фактически работы выполнены на сумму порядка 2,27 миллиардов рублей, пояснил руководитель профильного ведомства. Также необходимо начать строительство других участков автомобильной дороги протяженностью 27,2 километра. По словам Павла Масюкова, общая потребность финансирования с федерального бюджета на 2020 год составляет порядка 5,7 миллиардов рублей. Вместе с тем распоряжением правительства распределен межбюджетный трансфер к бюджету Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение дорожной деятельности на период 2020-2022 годов. В том числе в текущем году 100 миллионов рублей, в 2021 году порядка 3 миллиардов рублей и в 2022 году чуть более 3 миллиардов рублей. Как подчеркнул Павел Масюков, в настоящее время подготовлен проект распоряжения правительства о выделении бюджету Ненецкого округа дополнительных средств из федерального бюджета в 2020 году в размере 4 миллиардов рублей на продолжение строительства автодороги Нарин-Марусинск. Всего же для завершения строительства всех участков автодороги необходимо чуть более 17 миллиардов рублей. По итогам представленной информации депутаты рекомендовали продолжить работу по привлечению средств из федерального бюджета на строительство автодороги. Окружные парламентарии обсудили расходы в сфере образования. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. В связи с сокращением доходной части окружной казны в настоящее время рассматривается сокращение отдельных расходов по главным распорядителям бюджетных средств. Дополнительно выделено 27 миллионов рублей за счет средств федерального бюджета за классное руководство. При этом снимаются средства на госзадания. Парламентарии с предложением Департамента финансов и экономики округа не согласились. По мнению законодателей, в полном объеме необходимо профинансировать субсидии на коммунальные услуги, выплаты специалистам, работающим и проживающим на селе, компенсации педагогическим работникам за наем жилых помещений, обеспечение питания обучающихся и проведение капитального ремонта. Мне с хоруты позвонили. 1300 они не получили по коммуналке до сих пор с 1 января некоторые люди. Как они будут получать? С 6-й школы есть обращение, что там не полностью заработная плата идет. С ГПТУ мы снимаем, почему-то закрываем, вернее, группы бюджетные, хотя в прошлом году была поправка депутатов о том, чтобы наоборот увеличить. Еще одна рекомендация касалась увеличения размера стипендии студентам СУЗов. Как напомнили парламентарии, еще в конце прошлого года по инициативе депутатского корпуса было принято решение об увеличении размера стипендии 600 рублей до 800. С учетом северных надбавок стипендия должна была увеличиться с 1560 рублей до 2080 рублей. Социальная с 2340 рублей до 3120 рублей. Однако до сих пор соответствующий нормативный акт не принят администрации округа. Профильному департаменту поручено с нового учебного года предусмотреть повышение стипендий. По итогам комиссии, департаменту финансов и экономики НАУ рекомендовано найти источник финансирования расходов департамента образования, культуры и спорта в сумме 171 миллиона рублей, не снимая средства с госзадания. В ходе заседания комиссии по экономической политике и бюджету депутаты обсудили также строительство детсадов в поселке Харивер. На проектирование нового здания в окружном бюджете предусмотрены средства в размере чуть более 5 миллионов рублей. Вместе с тем возник вопрос по земельному участку. Как пояснила заведующая детсадом Алла Чупрова, в настоящее время в поселке есть два земельных участка, которые необходимо объединить для последующего строительства нового здания. Для этого необходим межевой план, который может сделать только кадастровый инженер. Руководитель управления по имуществу и земельным отношениям Анастасия Голговская заверила, что соответствующие работы по оформлению нового земельного участка будут проведены до 1 августа этого года. В пятницу мы написали официальное письмо в стройзаказчике. У нас есть договоренность со стройзаказчиком о том, что их кадастровый инженер, который имеется в штате учреждения, поможет бесплатно сделать этот межевой план для учреждения и направит его в наш адрес с целью постановки на кадастровый учет объединенного участка. Как отметила председатель комиссии Наталья Кордакова, вопрос будет находиться на контроле как депутатов Хариверского сельсовета, так и депутатов окружного собрания. Полномочия по тепло- и водоснабжению, водоотведению и снабжению населения топливом вернутся в городское поселение рабочий поселок Искателей. Соответствующая поправка в окружной закон номер 95 ОЗ о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами госвласти Нинецкого округа рассмотрена на заседании комиссии по вопросам госустройства и МСУ. Законопроект разработан в связи с обращением администрации поселка Искателей в профильный департамент. В нем говорится о ряде проблем по распоряжению имуществом, не принятым органами власти округа. После тщательного рассмотрения материалов и анализа фактов депутаты поддержали предложение о возврате полномочий в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения и снабжения населения топливом в городское поселение рабочий поселок Искателей с 1 января 2021 года. По результатам обсуждения комиссия рекомендовала комитету принять проект закона в двух чтениях. Как отметил председатель профильной комиссии Александр Чурсанов, полномочия, касающиеся качества жизни людей, а именно в сфере ЖКХ, прежде всего должны исполняться органами местного самоуправления на местах. В региональном парламенте под председательством Анны Булатовой состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике. Речь шла о выполнении находящихся на контроле решений комиссии за парламентский год. Всего состоялось пять заседаний, на которых рассмотрено более 30 вопросов. По части из них приняты положительные решения. В частности, начал работу стоматологический кабинет в средней школе номер 4 для оказания медицинской помощи школьникам. Решается вопрос по расширению ассортимента лекарственных препаратов в сельской сети аптек Ненинской фармации. На контроле комиссии остается вопрос организации социального питания в округе. Депутаты рекомендовали профильному ведомству проработать вопрос о замене пластмассовой посуды, применяемой при раздаче пищи в социальных и медицинских учреждениях. Также исполнительным органам власти предложено разработать предложение по организации горячего питания детей из малообеспеченных семей в каникулярные и праздничные дни. На заседании комиссии парламентарии неоднократно рассматривали вопросы профилактики онкологических заболеваний в регионе. Требуется проработать вопрос кадровой обеспеченности врачами-онкологами, в частности, через заключение договоров с узкими специалистами в области диагностики и лечения онкопатологии для работы в окружных медицинских организациях. Особое внимание, по мнению законодателей, следует уделить оказанию онкологической помощи жителям сел. Остается нерешенным вопрос оказания зубопротезной помощи жителям округа. В одной из рекомендаций депутаты обратились к Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа рассмотреть предоставление компенсации расходов на зубопротезирование отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, независимо от возраста. Как отметила председатель комиссии Анна Булатова, эти вопросы останутся на контроле депутатского корпуса и будут прорабатываться совместно с администрацией округа в следующем парламентском году. Развитие оленеводства в Ненецком автономном округе обсудили на заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов севера, экологии и природопользованию. По информации окружного профильного департамента, наш округ занимает второе место в стране по поголовью домашних северных оленей. Олени пастбища занимают 73,5% всей территории региона. В поголовье насчитывает почти 176 тысяч оленей. В течение последнего десятилетия оно выросло более чем на 3,5 тысячи голов. В настоящее время потенциал наращивания поголовья оленей с учетом оленей емкости пастбищ существует в семи оленеводческих хозяйствах округа. По словам представителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПКНАУ Дмитрия Мартынова, на протяжении последнего десятилетия прослеживается тенденция к снижению кадрового потенциала в отрасли. Средняя зарплата работника, занятого в оленеводстве, в минувшем году составила 35 тысяч рублей. По мнению представителей профильного ведомства, среди основных проблем и сдерживающих факторов развития оленеводства можно выделить низкие темпы технического и технологического совершенствования и модернизации отрасли, ухудшение качественного состава оленей пастбищ. Также на невысокие показатели влияют низкая трудовая дисциплина, отсутствие в хозяйствах действенных механизмов материальной ответственности работников, низкая производительность труда, значительные производственные потери, острый дефицит квалифицированных кадров. По итогам обсуждения вопроса, комиссия рекомендовала администрации Ниницкого округа принять меры по повышению качества управления отраслью в регионе. Депутаты рассмотрят информацию по предложенным мерам во втором полугодии этого года. Окружные депутаты подготовят обращение о пересмотре необходимых предметов для поступления в ВУЗ на учителя родного языка. Такое решение было принято на заседании комиссии по делам Ниницкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. При обсуждении исполнения окружного закона о Ниницком языке в 2019 году было отмечено, что появились дополнительные целевые места для учителей родного языка в Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Напомним, ранее выделялось всего одно целевое место для поступления в ВУЗ по направлению педагогическое образование, образование в области родного языка и литературы. По словам заместителя руководителя профильного департамента, начальника управления образования Лианы Храповой, несмотря на выделение дополнительных целевых мест для округа и наличие желающих, в списке предметов для поступления появилась профильная математика. С таким условием желающих поступить на данную специальность не нашлось. Лиана Анатольевна также отметила, что соответствующие обращения с указанной проблемой уже были направлены в федеральное министерство, однако пока они не нашли отклика. Завершая обсуждение, председатель профильной комиссии Матвей Чупров отметил, что депутаты подключатся к решению вопроса. В частности, предложено обсудить вопрос о пересмотре необходимых предметов для поступления в ВУЗ на учителя родного языка с коллегами в рамках парламентской ассоциации Северо-Запада России, чтобы дальше выйти с обращением в правительство, подчеркнул Матвей Чупров. Говорили на заседании комиссии по делам КМНС также о необходимости повышения ответственности владельцев животных за халатное отношение к своим питомцам. Как отметил председатель комитета по ветеринарии Департамента внутреннего контроля надзора НАО Александр Антонов, с этого года органы власти субъектов Российской Федерации утратили полномочия на осуществление регионального государственного ветеринарного контроля. Изменения в КАП привели к невозможности привлечения к административной ответственности владельцев животных, не обеспечивающих надлежащего обращения со своими питомцами. Также с этого года изменился порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. В федеральном законе закреплен принцип гуманного обращения с животными. Регулирование численности безнадзорных животных должно происходить естественным путем. Его суть сводится к тому, что отловленное животное обязательно должно быть доставлено в приют и после пребывания и необходимой ветеринарной обработки животное необходимо вернуть в прежнюю среду обитания. При этом процесс отлова и возврата производится с видеофиксацией. По словам Александра Антонова, в сложившейся ситуации станции по борьбе с болезнями животных трудно выполнять данные требования. И прежде всего в сельском местности, учитывая отсутствие дорог, транспорта и удаленность населенных пунктов. По итогам обсуждения комиссия рекомендовала экспертно-правовому управлению Собрания депутатов Нининского округа проработать вопрос по привлечению к ответственности владельцев за ненадлежащее содержание своих животных.